привет друзья с вами снова марк рыбак и смена и сегодня у меня тема такая можно сказать около философская надоели мне все эти обзоры вся эта фототехника сегодня я хочу поговорить о фотографии как об искусстве вот так вот прямо это самое монументально хочу с вами пообщаться то есть я сегодня хочу поговорить о том какой вклад сделала фотография в мировое искусство и как изменила его в каком-то смысле даже поэтому я немножко расскажу ну то есть припомню историю становления фотографии мы поговорим про сам путь который фотография проделала до момента когда ее наконец-то уже признали искусством а должен сказать что путь этот тернист и поговорим на влияние на другие искусства и на то что в чем фотография самобытно в каком жанре фотография действительно привнесла какие-то свои уникальные техники и фотографические вот эти то есть фотографичность стала художественной стала искусством давайте начнем фотографии не так много лет то есть скоро мы будем праздновать 200 лет но это очень быстро развивающаяся отрасль да причем она развивалась самого начала очень быстро и поначалу фотография конечно искусством не считалось по нескольким причинам потому что в 1839 году когда только фотографии изобрели это появился первый фотографический метод который назывался до гиротип сам по себе метод технически был настолько сложным что можно было получать только какие-то изображения ландшафта то есть пейзажные снимки либо портретные снимки это с большим трудом и конечно же первым делом фотография обрела вот эту вот свою бытовую составляющую то есть коммерческую составляющую все люди которые имели более-менее какие-то деньги они срочно ринулись до гиротипические ателье заказывать себе портреты и страдали там очень сидя там замерев по 15 минут пока идет экспозиция но тем не менее вот портрет стал одним из самых первых жанров фотографии и надо сказать что и здесь были мастера которые с художественной точки зрения подходили и естественно в портрете художественность тоже очень важна и портрет может быть ну художественным беда только в том что этот жанр очень близок к в общем-то к живописному портрету и конечно пока вот такие огромные фотоаппараты вот это вот металлическая пластина до гиротипическая никакого особого развития творчества тут не появляется но благо процесс очень быстро развивается и на смену до гиротипу приходит процесс который вырос из процесса талбота процесс мокрый колодионный и уже этот процесс когда мы получали негатив на стеклянной пластине он давал возможность во первых тиражировать фотографии а во вторых как раз художники и начали заниматься фотографии в принципе еще с самого начала со времен до гиротипа то есть художники поделились на два лагеря одни художники говорили какое же это искусство это просто копирование реальности до документальное копирование реальности но среди них появлялись ребята которые с удовольствием начинали экспериментировать с новой техникой и такие граждане они начали делать коллажи то есть то что сейчас называется коллажами потому что тогда была такая сложная технология длинная выдержка они делали постановочные снимки и в общем то из нескольких вот этих пластин скомпилировали собирали один отпечаток одну какую-то картину и это было очень таким искусством ходовым то есть эти картины у них потом покупали в королевский двор и так далее то есть это было такая такой вид новый вид искусства он назывался пикториализм и вот в основном весь 19 век он в общем-то прошел вот под 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 звездой вот этого пикториализма и вообще надо сказать что в тот момент были же очень некачественные линзы то есть линза состояла то есть объектив анастигмат еще не придумали была одна линза как собственно камеры в камере обскура то есть так все и осталось эта линза давала такой очень некачественный рисунок он был такой с таким диффузным размытием по краям и дело в том что многим художникам нравился этот рисунок и когда в 1890 году изобрели наконец объектив анастигмат который уже состоял из трех линз и появилась вот такая очень четкая очень отчетливая фотография качественная с большим количеством деталей многим художникам уже в тот момент художникам фотографам это не понравилось понимаете фотографы тоже делятся на какие-то вот касты и и многие стали продолжать снимать на вот такие некачественные объективы и в ответ на это уже в тридцатых годах двадцатого века появилась интересное такое сообщество сообщество просуществовала недолго называлась она f64 это группа фотографов которые целенаправленно все подряд фотографировали на закрытой диафрагме на диафрагме 64 для того чтобы получать максимальную детализацию максимальную глубину резкости и таким образом они вот в противовес фотографам которые любили вот эти монокли объективы они доказали тот тот факт что фотография может быть художественной даже если вы используете максимальную глубину резкости у вас все очень четко все очень отчетливо все совсем не похоже на какой-то акварельный рисунок это то что вот происходит внутри этой фотографической тусовки между тем тоже уже в в конце девятнадцатого столетия появляется такой вид искусства ну как он тоже сразу искусством не считается как кинематограф то есть движущиеся картинки братья люмьер изобретают кинематограф и показывают прибытие поезда прибытие поезда которая тоже ошеломляющий эффект производит на зрителя и уже начинается становление вот этого нового жанра в искусстве и конечно же кинематограф это младший брат фотографий то есть не изобретив не изобретите человечество фотографии никакого кинематографа бы соответственно не было то есть это такой побочный эффект то есть это то что фотография внесла уже в мировое искусство и тем не менее до самого конца 19 века фотография так вот на полных правах искусством не считается и только в начале 20 века фотографы начинают проводить выставки в галереях наравне с художниками и в этот момент становится ясно что фотография наконец-то занимает свое место в мировом искусстве конечно же конечно же в любом случае фотография это визуальное искусство поэтому все признаки и все правила которые касаются там живописи графики скульптуры они здесь тоже присутствуют и с развитием технологий когда наконец-то уже появляются маленькие фотоаппараты более компактные когда уже появляется желатиновая пленка и что самое важное в двадцатых тридцатых годах двадцатого столетия происходит очень большой всплеск печати я имею ввиду газетные печати то есть газеты очень сильно развиваются и изобретается вот эта технология гравюры да с фотографией с помощью которой можно тиражировать снимки и с помощью которой снимки печатаются в газетах и тут начинается всплеск вот этой документальной фотографии которая с помощью мастеров которые работают в этом жанре уже начинает играть на вот поле и документальности и художественности то есть документ перерастающий в образ и в этот момент а уже там тем более близко наступает вторая мировая война и вот раскачка раскрутка такого жанра как фоторепортаж он приводит к тому что фотографии наконец-то получает свое уникальное место среди мировых искусств потому что появляется вот этот решающий момент или момент истины как его называют анрик арте брессон фотография может остановить время вот это волшебство делает ее уникальной художник как ни крути как не старайся он не может остановить мгновение какое-то самое важное самое интересное мгновение которое передает всю суть мероприятие и вот с помощью вот этой новой совершенно школы фотография выходит на совершенно другой уровень и в тот момент фото журналистика она имеет конечно очень серьезное очень важное значение потому что одним из главных средств массовой информации является у нас газета и опять же вот во второй половине двадцатого столетия фотография уже очень сильно влияет на художников то есть художники появляются вот эти стили экспрессионизма вот эти вот художники которые уже отходят от фигуратива и начинают писать какие-то вот если так по простому совершенно глючное полотно я слышал такую баечку что однажды когда пикассо спросили почему вы пишете такие странные картины он ответил что если хотите получить точную копию действительности купите фотоаппарат но честно сказать я эту цитату в интернетах не нашел поэтому может быть она принадлежит кому-то другому может быть она не очень популярная если кто-то знает чья это цитата или вообще может это какой-то какое-то народное творчество напишите пожалуйста мне в комментариях таким образом фотография в общем-то поменяла даже отношение художников к изобразительному искусству то есть художники стали больше писать совершенно не определенные вещи то есть работать больше мазками какими-то цветами образами чем конкретными четкими точными фигурами таким образом в двадцатом столетии фотография имела очень важную роль именно влияние на умы людей влияние на формирование общенародного сознания с помощью вот этих вот репортажных снимков с помощью снимков которые постоянно делались в каких-то горячих точках потому что двадцатое столетие бы их было весьма сложным ну в середине было сильно сложным к концу тоже много было всяких разных потрясений и все это было запечатлено но в конце двадцатого века к нам пришла цифровая технология хотя в общем то и до этого кодек утопил фотографию как мы говорили когда работали в общем в кодеке утопил ее в салатах и сделал ее очень доступной но цифровая фотография сделала этот процесс еще более доступным и теперь у нас у каждого в кармане есть телефон а в телефоне есть фотоаппарат и сегодня профессиональные репортеры профессиональные фотографы говорят о том что лучший репортер сегодня это солдат с телефоном то есть мы пришли к тому что каждый человек находясь в гуще каких-то событий может эти события очень хорошо и достаточно качественно запечатлеть и в общем то передать в сеть и сейчас конечно фотография больше является способом перед быстрой передачи информации и инструментом блогинга инструментом блогинга и инструментом маркетинга хотя в общем то инструментом маркетинга фотография хорошо и работала в начале двадцатого столетия как раз в те времена там в конце девятнадцатого начале двадцатого века когда начали производить автомобили, их здорово рекламировали как раз с помощью фотоизображений. То есть сегодня уже каких-то революционных вопросов фотография не решает, но в свое время она очень серьезно повлияла на становление всего нашего современного искусства. Вот такой формат, я не знаю, если он вам заходит, то обязательно поставьте лайк или даже напишите в комментариях, что вы хотите еще подобных роликов. И конечно же, конечно же, поделитесь этим роликом с друзьями. А сегодня с вами был Марк Рыбак, в описании есть все мои контакты, можете заказать мои услуги, консультацию, съемку, можете приобрести мой учебник «Фотография для начинающих» или пойти ко мне на курсы в Москве, или онлайн. Подпишитесь, подпишитесь, подпишитесь на канал, нам срочно нужно 50 тысяч подписчиков. Вот пока не соберем, не успокоимся. И еще включите колокольчик, чтобы не пропустить следующую интересную философскую лекцию о фотоискусстве, фототехнике, фототехнологии и о всем, что с этим связано. Видео, в общем-то, тоже. До свидания.